Что за это техника? Это уже вторая выставка в стенах нашего музея и всегда Рузанна нас удивляет новыми техниками, новыми работами. Мы очень рады этому и надеюсь, что выставка работает до 6-го числа и я надеюсь, что как можно больше жителей республики увидят эту замечательную выставку. И я хочу слово предоставить председателю Союза художников Камордино-Балгарской республики Конуковой Жане Нажмудиновне. Всем добрый вечер. Я очень рада сегодня, что вы здесь, что мы здесь. Мы сегодня открываем выставку Рузана Де Церхуева. Рузанна, я могу сказать, что это удивительно увлеченный человек, увлеченная творчеством. И ничего ей не мешает этим заниматься. Ни большая семья, ни трое сыновей, ни работа. Всё, что она видит, любой пейзаж за окном машины, любой маленький букетик, всё превращается в творчество, в повод для творчества. Ответление на фотобумагу, на холст, на просто бумагу. Я поздравляю Рузана тебя с открытием. Это вот, как Лена сказала, вторая выставка. И дай Бог, чтобы таких выставок было много-много-много у тебя. С удовольствием хочу предоставить слово Народному художнику Российской Федерации, Академику Российской Академии Художеств, профессору, основателю, руководителю школы ксилографии Германа Паштова в Красноярске Герману Сафадиновичу Паштову. Спасибо. Дело в том, что с Рузанной мы познакомились несколько лет тому назад. По случаю, я готовил группу «Жемчужина России Эльбрус-2019», позвонил Жане, председателе Союза, и она говорит, вот есть такая кандидатура. И вот мы эту кандидатуру пригласили. И она работала в Крыльбрусе вместе со студентами, и было это очень, по-моему, ей интересно. Она сделала много работ, и некоторые работы ее, они находятся сейчас в нашем университете, выставлены и в мастерских, и, по-моему, там на кафедре даже. Поэтому Рузана интересный художник, так как нас тоже, оказывается, что-то связывает тем, что она в театре, я в свое время тоже работал в театре. Это было очень интересное время. И вот то, что я смотрю, ее именно разнообразие, его творческого подхода к искусству, это очень правильно, потому что вот есть, вот, вот, заучили вот одно, и одно и то же делаем. А она, понимаете, сделала натюрморти, пейзажи, это, конечно, очень здорово. Я поздравляю Рузану с выставкой. Спасибо. Слово заслуженной артистке Российской Федерации, председателю Рескома профсоюза работников культуры Кавардино-Балкарской республики, Дауэй Марьяне Патовне. Я, теми, сотрудница нашего государственного музыкального театра, Рузаночка, Дэцирхоевой, любви. Это сплетение вот чего-то необычайного, человеческого, немного. Когда нравственные начала у человека не совсем, так сказать, как хотелось бы, бывает, что человек талантливый, очень талантливый бывает, но не хватает человеческих качеств, достоинств человеческих. Глубокое такое нравственного, такого глубокого отношения к природе, к близким, к родным, к творческому и так далее. Она человек многогранно талантливый. Она человек думающий, мыслящий и постоянно ищущий. И она, знаете, пользуется колоссальной... Вот, бывает негласная видеоредакция, вот она пользуется колоссальной любовью всего творческого состава. Что бывает очень редко среди нас, творческая интеллигенция. Она никогда никому не завидует. Она всегда в поисках, она всегда в творчестве, она всегда одержима чем-то вот высоким. Наверное, от этого у нас с вами, нам выпало такое счастье созерцать сегодня ее работы. Наверное, от этого, наверное, у нас на нашей земле рождаются вот такие талантливые женщины с мужским умом и мужским сердцем характером. Но при этом она невероятно женственна. Ее работы по костюмам, к спектаклям отличаются от предыдущих художников своим почерком. Она как-то вот ни на кого не похожа. Вот это, наверное, надо благодарить Бога, что она дарена многогранно. О Рузаночке можно говорить невероятно много добрых слов, красивых слов. Я еще раз хочу повторить. Она состоит из букета, букета света и любви, букета доброты и благородства, невероятной хрустальной чистоты. Хочу, чтобы в этой жизни ей повезло с теми, кто понимает ее работы, с теми талантливыми, так сказать, зрителями, чтобы она почаще встречалась. И чтобы она могла дальше творить, ей понадобится громадное здоровье. Говорят, хочешь заниматься творчеством, у тебя есть здоровье. Ты будешь творить и долго, и счастливая, и для себя, и для людей. Хочу пожелать здоровья, еще раз здоровья, а любви ей не занимать. Она уже, несмотря на то, что... Она настолько скромная, у меня не хватает слов, она ненавязчивая, понимаете? Она тихо делает с любовью свою профессию, свое дело. И вот так вот она, как брызь шампанского, выбрасывает свое творчество. Пожелаю ей женского счастья, любви. И вы знаете, как здорово именно женщина, художник, сегодня в наше непростое время украшает этот мир. Не только Кабардино-Балкарию, Россию, но и весь мир. Я уверена, что когда-то с такими педагогами, как Герман Баштов, она побывает на очень крупных выставках. И мы будем гордиться всем вместе. Я благодарю вас за ваше творчество, за вашу работу. Спасибо легендарного художника. Я его благотворю, обожаю. Графика незаменимого. Основоположника, можно сказать, в этом направлении у нас, в национальном искусстве. Сколько у него работ потрясающих. Без него многие книги бы и не читались бы, и не смотрелись бы. Это очень важная возможность вас обнять, вдохновлять и целовать. Удачи. Ну, я думаю, пришло время предоставить слово Розанне. Спасибо всем большое, что пришли. И, наверное, речь у Марьяны, что уже так красиво я не могу ничего сказать, наверное. Вообще художники не умеют много говорить, тем более о своих работах. Я бы очень хотела, чтобы вы сами судили о моих работах. И пожелаю всем добра, мира, счастья. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вы понимаете, да? И вот супруг, который помогает ей, не только позволяет, а который поддерживает её во всём, который каждый её шаг поддерживает, который её крепкое плечо. Вот когда, допустим, Герман говорил, что они уезжали на плене, на ком остались дети? На супруге. И он здесь, он, конечно, как скромный отдых спрятался, и, наверное, к нам сюда не выйдет. Но очень хочу поблагодарить за поддержку. Это очень дорогого стоит. Это нужно и важно для каждого творческого человека, для женщины в особенности. Спасибо огромное. Я хочу ещё раз пригласить всех жителей, особенно школьников. Сейчас начинаются каникулы. Выставка работает по программе «Пушкинская карта», поэтому, пожалуйста, приходите. Работаем с 10 до 18. Всех ждём, будем рады. И всем приятного просмотра. Я не могла остаться в стороне, как представитель театра, в котором Рузана сейчас работает в веке. Рузана, я хочу сказать, это человек искусства, это человек культуры, это человек театра. Есть такое определение, да, человек мира. Мне кажется, Рузана именно является таким человеком. Ещё в театре есть такое понятие, как разноплановый артист. Вот в художественном отношении Рузана является, я не знаю, существует ли такое понятие у художника, но Рузана — это разноплановый художник, которому доступны разные абсолютно понятия, наверное, я не знаю, как правильно, стили, разные стили. И в театре Рузана не просто художник, в театре Рузана и сценограф, и художник по костюмам. И очень много всего она в себе совмещает. Особенно хочется, прям очень хочется сказать, что Рузана — человек с открытой душой, и вот в этой душе ребёнок, у которого светятся глаза, у которого душа желает развиваться, душа желает наполняться новым, интересным. И вот это очень ценно. Рузаночка, пусть у тебя вот этот огонь в глазах никогда не гасит. Аминь. 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 Спасибо. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...